Питомник отечественных пород голубей существует с 2014 года. На момент его появления в нем числились две породы и 25 особей. В свое время его открыли ради сохранения таких редких местных пород, как Алтайский шалевый и Барнаульский монах. Это был небольшой вольер, который немножко потеснил мини-зоопарк, который здесь есть. Все, что у нас появилось, мы нигде не покупали. С годами места для голубей стало не хватать, поэтому питомник было решено расширить. Сделать это удалось в рамках проекта «Сохраним алтайские породы голубей». Сейчас питомники насчитывают около 7 пород и 100 особей. В новый просторный вольер планируют поместить около 20 пар породистых птиц. Друзья, ура! Открылись! В числе гостей на открытии присутствовал заслуженный голубевод России Валерий Жуков. В подарок от Жукова питомник получил не одну породистую птицу. В его личной коллекции около 200 голубей и медали международных и всероссийских выставок. По словам Валерия, теперь голубеводов-частников единицы, и у них совсем другие цели. Когда мы в выставках участвовали, возили только лучшую птицу. Если это у меня лучший экземпляр, я его привожу на выставку, естественно, он не продается. А сейчас на выставке везут для чего? Для продажи. Чтобы только продать. Содержать и разводить птиц редких пород, говорит голубевод, стоит больших денег, не говоря уже об участии в выставках. На корм и пенсии не хватает. Единственный выход – обмен с другими заводчиками. Один голубь за два-три мешка хорошего корма. Среди голубеводов в основном пенсионеры, но интересуются разведением и совсем юные любители птиц. Их можно отличить по окраске. У девочек они просто, а у мальчиков у них синяя шея. Я знаю, что есть порода алтайский шалевый и барнаульский манат. Детей, животные и птицы интересовали всегда. В наше время ничего не изменилось. Правда, увидеть породистых голубей и узнать о них больше можно теперь в основном в питомниках и специальных живых уголках. Раньше голубятня была почти в каждом дворе. Сейчас это дорогое удовольствие, которое позволить себе могут немногие. После открытия вольера школьники смогли узнать много нового о голубях. К примеру, о том, что декоративная порода алтайских шалевых появилась в 1920 году и родина вида – столица алтайского края. Научили школьников и гостей, и как правильно держать птиц. Вот сюда. Ножки. Да. Это так. Этой рукой покрепче. А этой придерживайте закрытую руку. Кстати, алтайский шалевый и барнаульский монах, получившие название за свою окраску, похожи на монашеское одеяние, известны среди любителей птиц во всем мире. Так что сохранение и популяризация этих пород важна еще и как продвижение своего рода визитной карточки региона. Анастасия Болодина, Андрей Печоркин. День с толком. Анастасия Болодина, Андрей Печоркин.